Кто виноват в том, что китайские дети толстеют? Гуанча, Китай 21 июля 2018 года Настало время, когда от употребления мяса никуда не деться По данным различных исследований, за прошедшие 40 лет в 10 раз увеличилось количество детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, которые страдают от лишнего веса Как и во всем мире, в Китае также прослеживается тенденция к полноте у детей А вы и ваш ребенок уже полненькие? Правильный ли пример вы подаете детям? Журнал Banyuetan 11 июля опубликовал статью под заголовком «Почему толстеют дети в Китае?» Прочесть ее вы можете ниже Состав и привычки питания касаются будущего состояния здоровья детей и подростков В последние годы в Китае продолжает улучшаться физическое состояние школьников, так как совершенствуются различные программы по физической подготовке Однако, несмотря на то, где проживают дети, в городе или в деревне, появляется все больше и больше пухлячков Почему же полнеют дети в Китае? Корреспондент журнала Banyuetan выяснил, что на этот процесс влияют не только привычки питания, но также существует множество других причин Психологические факторы рыночной тенденции В китайской провинции живет мальчик по имени Лухая, который в свои 4 года весит 62 килограмма Решетка дети Решетка семья Пич.твиттер.чон Слежфнивоксфтм Мафлорет.ру Собака Мафлорет 6 марта 2013 года в городах полнеет быстро Но и деревни не отстают по данным различных исследований За прошедшие 40 лет в 10 раз увеличилось количество детей и подростков от 5 до 19 лет, которые страдают от лишнего веса Как и во всем мире, в Китае также прослеживается тенденция к полноте у детей В 2017 году мониторинг состояния здоровья учеников младшей и средней школы в Пекине показал, что у детей по всему городу наблюдаются стабильные и хорошие показатели роста и развития У 15,9% учеников в возрасте от 6 до 13 лет был выявлен лишний вес, а у 16,9% – ожирение Эти же показатели по всей стране соответственно составляют 6,3% и 10,5% Согласно сведениям Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Дзянсу, в последние годы состояние здоровья детей школьного возраста в данном регионе значительно улучшилось Количество учеников с дистрофией остается на низком уровне, но постепенно возникают проблемы лишнего веса и ожирения Данные из опубликованного в мае 2017 года доклада об ожирении китайских подростков показывают, что за последние 30 лет все больше и больше детей страдает от лишнего веса Если не взять под контроль данную ситуацию, то к 2030 году количество детей от 7 лет с ожирением или лишним весом достигнет 28% или 49,48 миллиона человек Епьесиданслимпиридумелью, луаэ, пич.твиттер.чонсляшкиюсембекомсемкуэф, сыпы, собака сыпы, подчеркивание эль, подчеркивание эль 8 декабря 2013 года заместитель директора Департамента здоровья и питания школьников Центра лечения и профилактики заболеваний КНР Джан Цаня отмечает Что хотя в сельской местности данная проблема пока что не такая серьезная, но в последние несколько лет, все же, прослеживается тенденция появления лишнего веса у детей По данным статистики, с 1985 по 2014 год увеличилось количество людей в возрасте от 7 до 22 лет склонных к лишнему весу Кроме того, данная тенденция у мужчин в возрасте до 30 лет, проживающих в городах, возросла в 25 раз, а в деревнях у этой же группы в 45 раз Переидание – это болезнь Эксперты заявляют, что структура питания современных подростков изменилась с традиционной еды на пищу с высоким содержанием холестерина Большое количество детей растет на еде с низким содержанием клетчатки, но богатой жирами и сахаром Ведь все просто обожают картофель фри, шоколад, кремовые пирожные и печенье Все чаще и чаще подтверждается, что такая диета повышает вероятность ожирения у детей В одном из исследований доказано, что подростки, которые получают деньги на карманные расходы, больше употребляют в пищу лимонадов, различных закусок, фастфуд, уличную еду и другие высококалорийные продукты У этих детей риск появления лишнего веса или ожирения увеличивается на 45-90% по сравнению с другими возрастными группами Будь то куриные гамбургеры в городах или деревенские закуски, их употребление приводит к тому, что дети превращаются в пухлячков Детское ожирение впоследствии становится взрослым, что увеличивает риск появления различных хронических заболеваний У подростков с лишним весом в 4 раза вероятнее возникновение хронических заболеваний, таких как гипертония Джен Саня отмечает, что лишний вес наносит вред не только физическому здоровью, но и серьезно влияет на психическое состояние Ожирение оказывает губительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, эндокринную и дыхательную системы, работу печени, подвижность костей, психическое и умственное состояние Начальник Департамента детского здоровья Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Цзян Суджан Фенюнь отмечает, что лишний вес появляется очень быстро, но его потеря становится огромной проблемой Поэтому необходимо предотвращать его возникновение еще в детстве, соблюдая меры предосторожности Необходимо срочно научить пухлячков правильному питанию Младший научный сотрудник отдела по здоровью и питанию Центра по контролю и профилактике заболеваний Китай Сюевычин считает, что основными факторами ожирения считаются генетическая предрасположенность, патологии и образ жизни Я немного кушаю, но мало двигаюсь Только соблюдая баланс в еде и движении, можно поддерживать свое здоровье Центра по контролю и профилактике Джан Сан заявляет, что родители обязаны приучать своих детей к активному образу жизни, а не превращать их в домашние растения Различные занятия на улице способствуют получению организмом витамина D, который обладает полезными свойствами для костей и зрения Джан Фэн Юнь обращает внимание на то, что родители должны контролировать, сколько их дети проводят время за телевизором и в интернете А также активно приводить ребенка в движение и поощрять такие активности, как поход в горы с друзьями, плавание и игры в мяч Так как любая активность минимизирует риск появления лишнего веса Чтобы избежать подросткового ожирения, необходимо с научной точки зрения подойти к своему питанию Джан Фэн Юнь полагает, что дети и родители должны вместе знать некоторые общие правила о здоровом питании и делать упор на правильную диету Сейчас в Китае обучение правильному питанию еще недостаточно развито В большинстве школы отсутствуют занятия, на которых бы рассказывалось о здоровой диете Начальник департамента по питанию и гигиене Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Джайя объясняет, что многие родители заявляют, что их дети слишком придирчивы в еде Но на самом деле, они сами являются причиной этому, так как, не замечая этого, оказывают влияние на пищевые привычки своих чат Джайя предлагает родителям на чат следить за тем, что и сколько они едят сами, чтобы стать хорошим примером для своих детей Продолжение следует...